Та же самая сцена, она у него спрашивает, Женя, а когда люди поют? И он делает вид, что не понимает вообще, к чему она клонит, и говорит различные идеи, что в опере, в концерте и так далее. Она ему говорит, балда, когда они счастливы. Я так думаю, так, хорошее вообще слово со своим любимым человеком. Ты хочешь, чтобы он тебе сделал предложение, называешь его балдой. И в этом фильме обесценивают таким образом Женечку не только Галя, но мама называет его дурачком. И также потом в самом конце фильма и Надежда тоже использует не особенно лестные такие слова. То есть Женечка прям на уровне маленького такого ребеночка, который, можно сказать, болтат, дурачок, идиотик. Как вообще вести себя в такой ситуации, если ты мужчина, и тебе женщина, твоя любимая, которая прям тут же намекала про то, чтобы сделать предложение, и называет балдой. Например, если меня бы кто-нибудь назвал бы дурой, то мне это совсем не понравилось бы. Ну, Аня, мы, к сожалению, сталкиваемся с этой такой некоторой деревенской эстетикой, которая была очень присуща советским фильмам. Давай мы вспомним фильмы там 50-х годов, 60-х годов. Ну, может быть, если 60-е, там какой-то диссидентский фильм там, где уже возникал вопрос уважения и к мужчине, и к женщине. А так, в таких простоватых комедиях, простоватых фильмах всегда показывали огромное неуважение женщины по обношению к мужчине. И это были такие сексуальные игры. Она его дурачком называет, а он пытается заслужить ее внимание, показать ее любовь и т.д. и т.п. Поэтому, ну, здесь такая же демонстрация этого шаблона, деревенского шаблона, как в деревнях это было. Девушка сидит, отворачивается, делает вид, что вообще мужчина ей неинтересен, рыкивается от него, а он все равно добивается, добивается. Ну, это сексуальные игры были. Такие сексуальные игры. Поэтому ни Женя в обморок не падает от этой балды, которую он получает от всех женщин вокруг. Да, да. Как относились мужчины, мы своего мужика там оставили на улице, а то его не выставишь. То же самое. То есть, как мы не посмотрим, мужик это вообще придурок. Ну, и долго, большое количество мужиков, они были на роли придурка, вот в 70 лет. Да, мы можем вспоминать какие-то моменты, связанные с Советским Союзом. Они были прекрасные какие-то социальные достижения, какие-то достижения самой страны, как страна себя в мире ощущала. Но если вспоминать рядовую жизнь среднестатистического мужика, который зарабатывал гроши, его за это не уважали, его же жена, его дети. Приносил он эти гроши домой, у него эти гроши отбирали, а потом ему там по 50 копеек на обед выдавали. Он где-то что-то там припрятывал. Ну, очень, такой очень мерзкий сценарий отношений. Очень некрасивый. Ну, да. И была вот именно такая эстетика. Будем ли мы сейчас обращать на нее внимание? Ну, можно обратить внимание только с той целью, чтобы эту эстетику не использовать. Не использовать. И не играть в эти игры, даже играючи. Играючи. Не надо называть там дурачком, лопушком. Ты моя балда. Друзья мои, я не могу вспомнить, чтобы я своего мужа когда-нибудь называла или дурачком, или лопушком, или идиотом, или балбисом, или еще что-то. Я даже не могу вспомнить. Я не могу вспомнить, что я сына называл таким образом. Не могу с никого близких. Я тоже никого. Абсолютно никого. Ни сестру, ни брата. Никого. Никогда. И по отношению ко мне мои родители никогда не использовали никаких уничижительных слов. Меня мимовала сия чаша. Ну, я могу сказать, что мои родители, наверное, относились к этой прослойке, которую я читал. Определенную литературу, да, сам издатовскую и т.д. и т.п. То есть была какая-то общая среднестатистическая культура, которую несли в массы, да, была такая узкая, да, кто смотрел Тарковского, читал определенную литературу. да, такие обстоятельства. Аня. И большое количество людей, если, например, не те, кто ударились в разборы фильма, а которые просто смотрели фильм, я думаю, они даже не слышали этих слов, не обращали на них особого внимания. Почему? В самом фильме сразу же, с первых минут, какая-то очень теплая домашняя атмосфера. И на фоне этой теплой домашней атмосферы нам демонстрируют какое-то такое простецкое взаимодействие. И я немножко, честно говоря, этому простецкому взаимодействию, вот когда сейчас разбираем, или вот когда я уже стала слышать разборы, удивлена. Почему? Ну, в общем-то, нам довольно-таки интеллигентскую среду показывают, да, что сама Галочка, что сам Женя, песни Никитина, да, мама такая у него продвинутая. Но мне кажется, это на потребу вот большой-большой аудитории это ввели, чтобы аудитория не интеллигентское общение видела, а привычное. Привычное, как это в коммунальных квартирах было распространено. Вот что я могу сказать по поводу этого формата. Здесь немножко диссонанс какой-то образами Жени, Гали, его мам, его друзей, да, и вот эта форма общения. Ну, ты сама, Анна, можешь сказать, у тебя отец ученый, да, это не тот формат. Со мной никогда в таком формате не общались, и я в таком формате никогда ни с кем не общалась. То есть вообще просто... Анна, можно с тобой сказать, что Женя, его мама похожи там на наших родителей. Во многом да. Во многом да. Да, они похожи, но все друзья моих родителей, которые приходили в гости к нам, они так не общались между собой, как друзья, мы в паре. Поэтому здесь вот приплетено для аудитории, которая потом, ну, в мир пойдет, да, это не четко отображено. Ну, короче, не всем, не каждому рабочему понравится какое-то интеллигентское, но оно по-простому. Угу.